Всем привет! С вами снова Лаборатория культуры, снова ведущая Гульна Гарипова и снова уже во второй раз в нашей программе прекрасная Оксана Мороз, культуролог. Здравствуйте, Оксана Владимировна! Привет, привет! Привет, привет! Ужасно рада тебя видеть. И мы сегодня будем говорить о такой теме, как татуировка, татуирование, вообще культура тату. И, собственно, как культуролога Оксану Владимировну я буду спрашивать, что это на сегодня как-то официально тянет к тебе обращаться. Скажи, пожалуйста, дорогая, вот сразу первый вопрос. Если я к тебе обращаюсь как культурологу, как к эксперту на какую-то тему, то это норма, такая конвенциональная форма. А вот если я к тебе обращаюсь как к какими-то вопросами, как к носителю, да, то есть как к человеку, который имеет большое количество татуировок, 11, если это не тайно, то это уже обращение к какому-то личному опыту. И в публичном пространстве это не очень этично. Или это зависит от постановки вопроса и это от степени комфортности. Или я тебя как бы объективирую таким образом. Вообще, я запуталась. Скажи мне, пожалуйста, снаток по новой этике, как тут правильно поступать? Мне кажется, все достаточно просто. Первое, если человек готов разговаривать о каком-нибудь своем опыте, его в известной степени отстраняя и как-то проблематизируя, то все ок, здесь нет никакой объективации, потому что, по сути, человек может шаг в сторону от своего опыта и его каким-то аналитическим образом проанализировать. А вот если, например, ты поймаешь меня, не знаю, в подворотне публичной коммуникации, и я буду рассказывать о чем-то своем, а ты внезапно подойдешь ко мне и начнешь задавать вопросы ровно про, например, тату-опыт и боди-модификации, это может быть, ну, и аутингом, и, строго говоря, разговором на темы, которые мы с тобой не обговаривали как возможные для обсуждения. Но я лично считаю, что у меня абсолютно такая вин-вин-вин ситуация, потому что, с одной стороны, я культуролог, и я более-менее понимаю, как устроены в классике культурной антропологии, в классике социальных исследований отношения к культуре и к боди-модификациям, и как оно развивалось в течение времени, и к чему мы пришли сегодня. А с другой стороны, я более чем прекрасно понимаю, как устроен опыт татуирования, чем он может отличаться в разных ситуациях. Я могу апеллировать к своим каким-то опытам поиска тем для татуировок и опыту боли и так далее. И мне кажется, что эти две штуки можно прекрасно совмещать. То есть норм, если я тебя буду спрашивать периодически, обращаясь как к культурологу и как к носителю, да? Хорошо. Можно? Можно. Супер. Более чем, конечно. Отлично. Поехали тогда. Вот скажи мне, пожалуйста, я, ну, у меня какое-то представление о разных дисциплинах, которые обращаются так или иначе к этой теме, к объекту, и получается, что, ну, я примерно представляю, как социологи, например, исследуют, антропологи, как, наверное, историки к этому вопросу подходят. А в чем специфика именно культурологического подхода, я не очень понимаю. Или культуролог — это тот, который может как раз свести все очень разные, скажем, оптики, да, объединить? Или есть все-таки какой-то свой особый язык описания в подходе именно к этой теме? Ну, расскажи, пожалуйста, да, вот именно к исследовательской такой позиции. Ну, вообще, это очень большой разговор, который нужно начинать с того, чтобы определить, что такое культурология. Мы не будем его проводить сегодня. Я просто очень коротко скажу, что культурология — это дисциплина, которая существует в такс-состоянии исключительно постсоветского пространства. Вообще-то никакой культурологии как таковой в мире нет. Есть разные стадис, разные пространства области исследования. Они очень часто междисциплинарные. Они могут быть привязаны к анализу культурных объектов. И эта аналитика, например, действительно более трансдисциплинарная и полифункциональная, чем, например, в более классических областях, которые те же объекты анализируют. Ну, то есть есть, например, филологические исследования литературного процесса и литературных текстов, а есть культурные исследования, которые работают, например, с более популярными какими-то культурными текстами, от которых филология отказывается, потому что фу-фу-фушил потреб, или которые рассматриваются просто под другим углом. И в случае с татуировками мы здесь имеем как раз такую ситуацию, когда у нас есть действительно какая-то классика, например, социологии. Там Ирин Гоффман, который частично про это говорил, у нас есть классика антропологии, культурной антропологии, начиная от тех прекрасных антропологов, которые изучали племена и какие-то ранние, ну, или сохранившиеся ранние комьюнити. Но у нас есть люди, которые могут это объединять в некоторой единой оптике и рассматривать этот объект, взятый по отдельности из разных дисциплин, как единый. То есть мы, по сути, делаем следующее. Мы берем уши слона, хвост слона и тулово слона и объединяем это в некоторую единую сущность. Правда, мне кажется, что у культурных исследований, ну, вот как источника, по крайней мере, частичного источника культурологии, есть определенные свои особенности методологические, которые позволяют говорить, что все-таки культурологи – это не просто люди, которые собирают патчворк. Внутри культурных исследований есть очень большое внимание к тому, кто производит и потребляет какие-то объекты культуры. И есть очень большое внимание к тому, как потребление объекта культуры влияет на идентичность человека и что этот объект культуры репрезентирует. Поэтому, например, для людей, которые работают изнутри культурных исследований близких полей, тату-культура и вообще модификации, боди-модификации могут рассматриваться как некоторая попытка произвести контроль за своим телом. То есть это не просто, например, красивый или не очень красивый рисунок, это не просто ритуал инициации, это не просто какой-то дисплей, который создается для того, чтобы что-то выражать, это еще и наращивание на себе такой дополнительной кожи, по сути, которая создает дополнительную идентичность, дополнительную самость. И это такой ракурс рассмотрения, который необязательно видят другие специалисты. А можешь как-то, ну вот я не знаю, может быть, какой-то такой, ты так через запятую, да, сказала про тату-культуру, боди-модификации, то есть я так понимаю, что это все-таки в твоей оптике это какие-то близкие такие представления, а как вот немножко, если чуть-чуть исторически развернуть, как все-таки в твоем представлении эти вещи пришли к чему-то такому похожему, да, то есть какой-то такой телесной трансформации, ну вот в современности, наверное, да, то есть может быть какое-то вот различие именно там с традиционными сообществами, как это делалось тогда, ты упомянула, как это связано там с обрядами инициаций, и к чему это пришло сейчас, да, к боди-модификациям, к какому-то там философскому, может быть, представлению о трансгуманизме, расширении тела, к чему и как? Ну такое мини-лекцию. Ну такая история. Мини-лекция, да, каратенечко минут на 40. Боди-модификация – это зонтичный термин, туда попадают на самом деле самые разные практики, пирсинг, скарификация, то есть шрамирование, подвешивание частично, естественно, татуировки, выживление микродермалов, вообще каких-то объектов подкожные. Это очень много разных штук. И если мы посмотрим, например, на исследования антропологов, то в принципе они все писали про боди-модификации, только выделяя конкретные типы в зависимости от того общества, с которым они работали. Потому что если вы наблюдаете, например, скарификацию, вы можете это назвать, как Тейлор называл, но нету конкретной практики вообще все, церемонийными уродованиями, или вы можете вслед за Леви Брюлем назвать это мучительными испытаниями. Это будет типологически для вас очень похожая вещь, несмотря на то, что телесный опыт может быть разный. И это связано ровно с тем, зачем вот в этом условном первобытном обществе эти практики существовали. Это реально была инициация, вхождение во взрослое общество, получение или свидетельство о получении какого-то статуса. Это какие-то специальные, как говорили некоторые антропологи, акты членовередительства, которые результируются в актах невербальной коммуникации. Ты смотришь на человека, который определенным образом чем-то украшен, ты получаешь информацию о том, какое место этот человек занимает в обществе, через какие испытания он прошел, какой у него или у нее статус, даже какой общине принадлежит и так далее. А дальше мы понимаем, что у нас есть европоцентричная традиция, которая познакомилась со всеми этими практиками довольно поздно. Ну, в том смысле, что великие практические открытия позволили увидеть всех этих людей. И есть же исследования, которые показывают, что там татуировкой, например, очень сильно интересовались моряки. Потому что они, собственно, знакомились с этими сообществами, и долгое время их татуировки считались, ну, как бы, совсем не бонтон, да, скорее мовитон. И мы понимаем, что там с течением времени появляются татуировки в закрытых кластерных сообществах карцерного типа, например, в пентенциарной системе. И это тоже про то, что татуировка была, ну, совсем не легитимной практикой. Да, и это то, с чем мы сталкивались очень долгое время, собственно, протяжении всего 20 века, вплоть до последних десятилетий, примерно так и было. Если сейчас мы посмотрим на людей довольно консервативно устроенных, то они до сих пор считают, что татуировка – это уродство. Да-да-да. Про подвешивание страшно говорить, потому что это, ну, это и выглядит не очень презентабельно, вообще непонятно, что это. Ну, и так далее. Сейчас я бы сказала, что мы находимся в очень интересной ситуации, потому что, с одной стороны, бум, внимание к боди-модификациям прошел. То есть был момент, когда это было дико популярно, и люди действительно просто осаждали эти татуи у салона. И это был момент как раз, когда татуировка вышла из-под поля, и люди, которые делали татуировки, и люди, которые делали пирсинг, начали озабачиваться тем, чтобы вся эта среда становилась такой законопослушной. То есть открывались какие-то учреждения, где нужны были документы, там, не знаю, с санэпидемстанцией. Людям, некоторым, по крайней мере, приходило в голову получить какую-то базовую медицинскую подготовку, потому что ты вообще-то вторгаешься в телесный человек. И да, это было очень популярно. Но сейчас мы видим, что это, по крайней мере, для каких-то страт, это просто абсолютная норма. Ну, то есть это просто одна из практик. Вот люди красят волосы, стригутся, наращивают ногти и делают татуировки. И отличие вот этого момента текущего от предыдущих десятилетий, когда было всё суперпопулярно, в том, что люди, например, делают татуировки или делают пирсинг, который не очень заметен. То есть нет вот этого кричащего, да, такого обращения вовне. Посмотрите на меня, у меня есть татуировка. Или посмотрите, у меня такой крутой, стрёмный, странный пирсинг. Очень много людей, которые делают татуировки на таких местах, где никто не узнает об этом. Причём это не интимные места, там, например, где-нибудь под мышкой, да, внизу на ребрах. Это место, которое традиционно, скорее, закрыто одеждой. И это не, например, сотрудники больших корпораций, банков или юристы, которые специально скрывают татуировки, потому что есть дресс-код. Нет, это просто, ну вот, я хочу татуировку для себя. Мне не надо её никому показывать. Ну, как-то так. Интересно. Я вот, знаешь, о чём думала, опять же, ну, немножко, да, с уклоном в социологическую оптику, то есть вот те представления, которые были о обряде инициаций, связанной с этим трансформацией, такой телесной татуировкой, там вот было не только татуирование, да, были разные другие телесные трансформации, болезненные, очень тяжёлые, там, действительно связанные там с вещами. И, скажем, как Дюргеем это объясняет, ну, точнее, как он объясняет, я не помню, сейчас будет интерпретация того, как я объясняю, как это объяснял Дюргеем. То есть есть, условно, у человека какая-то животная составляющая, да, животное не обращает внимания ни на что, кроме своих желаний, когда хочет спить, когда хочет ест, когда хочет заниматься там своими делами, но, условно, когда человек уже живёт в племени, в обществе, а общество навязывает ему какие-то определённые правила, да, то есть он должен как-то им следовать, коммуницировать, каким образом это сделать, а постоянного контроля там внешнего какого-то человека с дубинкой стоящего быть не может, поэтому общество, сообщество производит вот этот самый ритуал инициации и видоизменяет тело таким образом, чтобы все какие-то социальные представления, нормы были интериоризированы, ну, то есть запечатлелись на теле, и то есть они оставались уже, то есть вот это общество внутри человека, внутри индивида сохранялось, да, и таким образом оно формируется, вот. А это какой-то такой диктат сообщества и общество, который сохранялся через вот татуирование. Сейчас же как будто бы, да, очень много, очень часто слышишь, что процесс нанесения татуировки для многих связан с тем, чтобы какую-то свою индивидуальность осознать, да, свободу выбора, постоянную какую-то самоидентификацию, поиск. То есть все эти вещи с одной стороны прямо противоположны тому, что навязывалось когда-то в качестве какого-то ритуала, но с другой стороны, когда ты слышишь вот об этих мотивах, там, индивидуализация, поиск идентичности, там, поиск себя, они все связаны так или иначе с какими-то, опять же, новыми традициями, да, то есть уход от прежних традиций, но возвращение к каким-то нынешним традициям, ну, условно, традициям либерального общества, традициям, там, свободного человека, индивидуализации и прочих, да, то есть просто как будто бы одни нарративы сменились на другие, и какого-то такого вот высвобождения это, в общем-то, и нет. Или это такие домыслы? Вот тут как носитель, наверное, может быть, тебя спрошу все-таки. Или как? Ну, я бы сказала, что татуировка — это вообще бунт на продажу классический, то есть это действительно желание выделиться и отстоять право на собственную внешность, вот это моё тело, моё дело, но, с другой стороны, это, поскольку татуирование, как и всё прочее, уже давно ни в коем случае не андеграунд, не подпольная история, ты всё равно включаешься в существование каких-то инфраструктур. Более того, существуют же моды на определённые стили татуирования, существуют тату-художники, тату-артисты, которые работают в определённой стилистике и стараются оттачивать эту стилистику годами, чтобы быть непревзойдёнными мастерами. И здесь совершенно точно тоже нет никакого андеграунда, это вот классическое такое мастерство и экспертиза. И вот, подожди, перебью тебя, да, как раз вот мода, да, и вот какие-то вещи, связанные, опять же, с такой потребительской стороной, капиталистической стороной, да, этого процесса, это тоже какой-то диктат, ну, условно уже вот рыночный какой-то, наверное, да, экономик, то есть это тоже какая-то такая неиндивидуализированная вещь. Ну, я вообще с трудом могу себе представить какую-то индивидуализированную историю в современных модификациях, если вы только не берёте гвозд, гвоздь не нагреваете его над плитой, не макаете его в чернила, и потом не пробиваете себе кожу, не делайте так, пожалуйста, никогда, прямой путь к заражению, крови и вообще к антисанитарии ни в коем случае. В других случаях я никакую индивидуализацию увидеть не могу, потому что даже если это мастер, который не привязан никакому салону, если это человек, который работает индивидуально, скорее всего, этот человек работает легально, то есть, ну, он платит налоги, например, хотя бы в какой-то степени, особенно если этот человек, ну, с именем, да, потому что, ну, вот так работает совсем в серую, как-то не очень здорово, и этот человек, у которого есть медийная репрезентация, он или она же как-то о себе рассказывает в тех же соцсетях, у этого человека есть обычно группа преданных пользователей, которые приходят и, там, условно, бьются только у этого мастера, потому что они любят, например, стиль этого мастера, ну и так далее. Это абсолютно потоковая история. Конечно, можно себе представить какие-то мелкие такие шаги по поддержке автономии, выбрать какую-нибудь картинку, ну, вот не стоковую, а индивидуальную, да, или поработать с мастером, ну, вот я работаю с таким мастером, который работает в технике фри-хэнд, это когда он тебе рисует сначала фломастерами, а потом машинкой, и не работает с эскизами как таковыми. То есть рисует, стирает, рисует, стирает, думает, да, ну, как все художники, там, наброски, там, посаневалов. Да, 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 да. Да, и ты не можешь посмотреть на получившуюся вот эту нарисованную на тебе фломастером картинку, на этот эскиз, пока он его не закончит. То есть он тебе там может час рисовать, стирает, рисовать, а потом только в конце, когда он уже все сделал, показать тебе, прежде чем начать, значит, на тебе рисовать уже тату-машинкой. Но потом-то ты уже оцениваешь как-то, нравится или не нравится, все околем, да? Да, конечно, конечно. Нет, ну, то есть, такая конвенция, что не начинает на тебе что-то набивать, пока ты не скажешь, что это ок, и у тебя есть право голоса, ты можешь сказать, нет, знаешь, вот мне вот не очень зашло, давай как-нибудь что-нибудь перепридумаем. И да, и здесь ты получаешь какую-то более-менее оригинальную картинку, оригинальное изображение, но с другой стороны, все равно один и тот же мастер, который рисует постоянно на людях, и так или иначе, у него есть типичные паттерны, которые он воспроизводит. И можно на самом деле встретить, у меня уже такое было, когда я встречала людей, плюс-минус, да, из какого-то близкого сообщества, и я прямо видела на девушке или на молодом человеке татуировку, я понимала, что это сделал тот татуировщик, потому что это очень узнаваемо. Ну, то есть, подытоживая, в целом, мне кажется, что не надо рассчитывать на то, что татуировка или пирсинг или еще что-то, это такое прямо бунтовское высказывание. Тем более, кстати говоря, что сейчас многие родители и учителя фиксируют, что подростки приходят с просьбой о татуировке к своим старшим, прежде всего к родителям, там, в возрасте 16-17 лет, тату-салоны могут сделать татуировку такому человеку, если есть официальный документ от родителя, и если родитель, например, еще лучше, если родитель пришел с ребенком, ну, вот и сказал, это моя подпись, это моя бумажка, да, мое разрешение, и родители, ну, не рассматривают эти просьбы как что-то странное. Ну, хочешь, ну, давай, ну, почему нет? И это очень сильно отличается даже от моего опыта. У меня первые татуировки появились, наверное, лет 13 назад, когда регулярно в тату-салоны прибегали какие-то подростки, которые притворялись очень взрослыми и просили, чтобы мы что-нибудь сделали, их там выдворяли и говорили, да, идите отсюда. Почему тебя они выдворили? Ты с мамой пришла? С разрешением взрослых? Нет, нет, я была уже взрослая. Я пришла, у меня первая татуировка была 22 года. Ага, понятно. Интересно, да. Тогда вот еще... А, вспомнила. Сейчас расскажу то, что в самом начале надо было рассказать. Собственно, почему я пригласила тебя, почему именно с Оксаной Мороз хочется поговорить об этой теме, почему я к ней возвращаюсь, получается. Ну, тут уже многие мои зрители знают, уже всем рассказывала, что эта программа, это отчасти кладбище таких непоставленных спектаклей. Вот, и на самом деле с Оксаной мы тоже думали о том, что было бы здорово сделать какой-то спектакль, перформанс, то есть какой-то проект на эту тему. И даже встречались и разговаривали. Но я надеюсь, когда-нибудь в светлом будущем мы сможем это сделать и довести до конца. Но на самом деле было безумно интересно даже рассуждать и разговаривать. Ну, то есть вот, как с моей стороны, откуда была вот точка интереса возникшая. Это когда я прочитала диссертацию у Екатерины Воробьевой, и там буквально во выступлении она пишет о том, что он... Я сейчас не воспроизведу, не помню, конечно, уже цитату, но именно тату-художники, тату-мастера относят себя к отдельному направлению, к направлению именно связанным с современным искусством. Я такая, о, ничего себе, то есть в моём представлении современное искусство это нечто иное, да, а татуирование это какая-то такая очень древняя практика, корнями входящая в традиционное общество. Но, опять же, я стала думать о том, так, ладно, театр с савриском сейчас очень хорошо сочетается с современным театром. Кто бежит, догоняет современное искусство, то от него открещивается. Но, тем не менее, этот процесс уже налажен, вот это взаимодействие. И каким образом, скажем, такой подвид современного искусства, как татуирование, могло бы стать условно театральным действием? Тут сразу первый вопрос такой, конечно же, был, как это сделать этично, то есть как не превратить это вот в цирк, да, который тоже антропологи изучали, там, практиковалось в каких-то веках, привозили там представителей, там, туземцев и буквально за деньги показывали, да, как уйти вот от этого восприятия, как сделать саму процессуальность, то есть что мне было важно, да, что здесь идет разговор, конечно же, о телесности, чистая перформативность и, опять же, связано с каким-то очень большим, наверное, знаковым изменением телесности, для меня, по крайней мере, я так воспринимаю это как очень такой серьезный шаг, хотя мы тоже в процессе, когда думали над этим спектаклем, разговаривали с несколькими информантами, ну, нет, некрасивое слово информант, с нашими друзьями, которые имеют или не имеют опыт татуирования, да, и вот одна из девушек сказала, что вообще не надо так сакрально относиться к своему телу, ну, есть и есть, ну, там, сделали, сделали, что за шум, да, для меня это было там большим удивлением, потому что для меня это какой-то прям такой очень серьезный, обдуманный шаг, чего ты хочешь, ну, правда. Не-не-не, ничего, я тебя слушаю. Ну, я так и не решила уже, да, ты же помнишь, я там бравировала, что ради спектакля я сделаю, и она будет обязательно смысловая нагрузка, там, нести из всего нашего, там, всех наших разговоров и обсуждений, а потом под конец таковы не знаете, наверное, наверное, нет, наверное, я не решусь. Вот, и перейдем к вопросам, а то я тут сейчас заполтаюсь. Вот скажи, пожалуйста, я не прошу тебя сейчас, наверное, вспомнить какие-то там определения современного искусства, их миллион существует, да, мне особо нравящиеся это, по-моему, у Гросса, что ли, было, да, что просто современный художник делает очень простую вещь, он берет из зоны профанного и в зону сакрального, условно-музейного пространства, что-то привносит, и это и есть процесс, собственно, характерный для современного искусства. Но если там обратиться к изначальным первым каким-то воспоминаниям, первым каким-то определениям Розалины Краута, современное искусство, которое она разграничивается актуальным искусством, актуальное, это условно-новаторское, то, которое сейчас что-то меняет, и при этом оно было во все времена, современное искусство не обязательно должно там что-то разрушать, оно происходит здесь сейчас, и в этом плане оно может быть как ретроградом каким-то, очень каким-то консервативным. Вот, какая точка зрения все-таки близка к тебе, и действительно ли есть вот этот момент пересечения тату-культуры современного искусства и современного театра, как тебе кажется? Ну, мне, во-первых, всегда кажется, что имеет смысл слушать носителей, в смысле, если тату-художники говорят, что они тату-художники, то, наверное, они имеют право на такое высказывание, и я даже могу понять, откуда эта система координат появляется, потому что они совершенно не хотят рассматриваться как элемент такого массового потребительского бума. Все-таки они не ремесленники. Многие из них придумывают свои эскизы, многие из них шлифуют свои практики, многие осваивают разные стили, и поэтому, да, они, конечно, не люди, которые делают болванки, и они при этом не занимаются дизайном, вот это очень важно, да, то есть они и от этой сферы себя тоже дистанцируют. Я думаю, что если искусство на самом деле, ну, современное искусство и актуальное искусство, здесь я бы их не очень разводила, это высказывание, а сейчас это еще и высказывание в ситуации повышенной неопределенности, то тату-художники, конечно же, художники, потому что нет ничего более определенного, чем картинка, которую тебе выбивают над кожей. О, да. Ну, да, ну, потому что, на самом деле, как бы не говорили многие, что такие картинки можно свести, не стоит этому верить, они очень плохо сводятся, и, на самом деле, как бы уродство кожи, оно просто добавляется, и кожа себя еще хуже чувствует, поэтому, в целом, конечно, картинка, которая делается на коже, она, ну, в общем, навсегда. И это суперопределенность, это суперсистема порядка. Все, что вы можете с ней сделать, это потом ее перекрыть. Это максимум, на который, собственно, тату-культура способна, и тату-мастера способна. В чем может быть пересечение между большим пространством искусства тату-артом и театром, ну, мне кажется, в точке перформативности, потому что тату-культура, она про акт, она не только про эту картинку, которая получается, потому что, на самом деле, если вы поспрашиваете людей, у которых много татуировок, вы скорее столкнетесь с тем, что они про часть своих татуировок вообще не помнят. Ну, вот я, например, регулярно забываю про те татуировки, которых я не вижу, которые там на шее, например, на внутренней стороне руки, плеча, на лопатке, я их просто не помню. И каждый раз, когда мне нужно по какой-то причине посчитать, сколько у меня их, я начинаю так очень-очень вдумчиво это делать, потому что вот на руки я могу посмотреть, а все остальное уже сложнее. Запоминается, на самом деле, акт сотрудничества и сотворчества и звук машинки и запахи частично медицинские, которые могут быть и переживания боли, потому что все-таки это неприятно. И это же такое еще растянутое переживание, потому что если вы делаете немаленькую картинку, то это не то, чтобы на час работы, это часа на четыре и может быть не один раз. И это запоминается практике ухода за собой и заботы о себе после татуирования, потому что там есть целый ритуал, как правильно заботиться о себе, чтобы быстрее все подживало. Вот это запоминается. Это, конечно, перформативная совершенно история, и в ней участвуют, ну, собственно, художник и холст, но это такой необъективированный холст, а это очень субъектная, очень агентная единица, потому что не будь человека, который пришел с каким-то запросом, не будет и в итоге некоторого арт-высказывания. И если мы говорим про перформативность и, соответственно, про перформанс, прекрасным образом можно просто запечатлеть в формате видеоарта или формате там прям перформанса-перформанса события, события татуирования. Мне кажется, что это вообще вполне такая, я бы даже сказала, классицистическая для перформативного искусства вещь. Ну, потому что здесь есть очень много сочетаний того, что бывает в перформансах, мы вспомним бабушку перформансов Марину Абрамовича, мы помним, что половина ее перформансов, они про боль, неудобство и длительность. Ну, как бы все совпадает прекрасным образом. И театр как пространство, которое может стать, скажем, точкой сборки здесь и сейчас, которое может существовать в любых локациях и вообще вне местах в том числе. Мне кажется, здесь идеально подходит как соратник для вот этих практик. Да, 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 я помню, мы об этом говорили, действительно, когда вот рассуждали о каком-то моменте деинтимизации, да, то есть ты когда-то говорила, что вообще, ну, демонстрация татуировок, которые видны, но это тоже какой-то акт коммуникации, то есть какое-то послание миру, вот, и вот эта коммуникативная составляющая, то есть в театре вполне может присутствовать. Здесь речь идет уже о каких-то готовых вещах, распространяется ли это вот на процессуальность, на процесс, да, то есть тоже какая-то определенная коммуникация, но только уже не между субъектом и объектом, хотя это тоже очень условное нанесение, да, а еще и со зрителями, и какова может быть степень вот этого диалога, то есть только односторонний какой-то, ну, то есть акт коммуникации только односторонний, зрители только смотрят и наблюдают, или, возможно, какие-то другие условные вещи, которые, ну, не знаю, может туда, я не помню, дошли мы до этого или нет, сейчас просто вспоминаю, что что-то было связано как раз с актер-сетью, да, то есть нечеловеческий, человеческий агент, который все вместе участвуют в этом процессе, ну, то есть понимание того, что и машинка, и кожа, и рука мастера, и какие-то там нематериальные, смысловые вещи, и присутствие каждого из зрителей, неважно, ну, там, нет, хотя, наверное, важно, видео это в формате, или это живое присутствие, это очень сильно разные, конечно, вещи, да, и какая сеть при этом создается, и выведение на рефлексивный уровень вот этого взаимодействия, то есть буквально, может быть, даже на наглядный какой-то уровень вот этого сетевого взаимодействия тоже могла бы быть частью вот этого спектакля какого-то, вот, я вспомнила. Ну, да, ну, вообще, я не помню, опять же, мы говорили об этом или нет, но кажется, когда ты думаешь о вот этой демонстрации, да, или приглашению к сопереживанию этого опыта, можно просто вспомнить, что есть такая штука, как тату-конвенции, невероятно такая движная, где среди прочего, ну, показываются работы мастеров, но есть еще специальные такие акты, да, моменты этого мероприятия, когда ты можешь прийти к мастеру, мастер тебе сделает татуировку прямо на месте, прямо вот на месте. Обычно это какие-то маленькие татуировочки, и это часто делается в рамках промоушена какого-то конкретного мастера или какой-то конкретной студии, или просто, что называется, just for fun, но это происходит, и удивительным образом им удается, с одной стороны, соблюсти все требования, в том числе, там, связанные с, не знаю, стерилизацией инструментов хотя бы там все одноразовое и с прочим, 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 ну, и одновременно сделать такой фан, да, такое веселье. И мне кажется, что атмосфера, которая там царит, немножко эта атмосфера, ну, в хорошем смысле слова цирка, не в смысле цирка уродов, а цирка как огромного пространства разных развлечений, которые обязательно приглашается публика и аудитория, здесь может воспроизводиться. Другое дело, что если мы переносимся в пространство театра, то мне кажется, в первую очередь нужно просто понять, что это за, ну, по сути, субжанр, да, потому что если с трудом представляю спектакль про тату-культуру, где у нас тяжелые, бархатные, сцены с тяжелыми, бархатными, да, раздвигающимися вот этими всеми штуками, пыль, и, значит, на сцене, поскрипывая половицами, находится мастер и, значит, его холст, и все это пишет. Вообще это совершенно другая история, это может быть сайт-специфик штука. Можно из этого сделать даже какой-то аудиоспектакль, потому что звук машинки ты ни с чем не перепутаешь. Вот-вот, мы говорили об этом, он очень важный, характерный, и вот эта вот среда звуковая, которая возникает, она прямо там доминировала в наших мыслях. Да, прости, перебиваю тебя все время. Не-не, ну, я к тому, что если мы уйдем от конвенции, что есть зритель, который сидит и наблюдает за тем, что происходит на сцене, и придем к конвенции, когда зритель соучастник, и есть партиципация, и есть безопасное привлечение зрителя в ситуацию татуирования, то почему нет? Просто мне кажется, что, во-первых, тату-культура, несмотря на всю ее популярность, все-таки старается как-то себя выделять и изолировать от большой культуры, поэтому, ну, в том числе и от андеграунда по понятным причинам, но и от абсолютно связанных с популярным, с массовым, и поэтому люди, которые не включены в тату-культуру, они очень, на самом деле, представляют, как там все устроено, и это не в смысле, что это невежество, а это в смысле, что и тату-культура вообще не спешит рассказывать, как она там все работает, и в этом смысле у нас возникают ситуации, когда ты просто не понимаешь, какие должны быть привходящие для того, чтобы условно такой спектакль, такое высказывание могли осуществиться, то есть просто, ну, что должно быть, какие должны быть критерии безопасности, например, для художника или для того, кто выступает полотном, чтобы все это случилось, какие должны быть критерии соблюдения интимности, должны ли они вообще быть, это много-много вопросов, для того, чтобы на эти вопросы отвечать, нужно прямо инклюзивно собирать условно людей с разными, опять же, габитусами, разным бэкграундом, среди прочего тату-художников, начинать с ними разговаривать, я думаю, что мы даже об этом говорили, что у тату-художников не будет какого-то такого обесценивающего отношения к самой идее, да, то есть, поскольку они все равно артисты, и они, правда, на конвенциях очень часто работают в режиме шоу, им было бы это интересно, просто здесь нужно настроить как бы взаимное понимание того, из каких оснований мы осуществляем свою деятельность. Ну, то есть, опять же, сложная система договоренностей, да, буквально со всеми, со зрителями, со участниками, с каждым, да, то есть, продуманно буквально, вот, чтобы это было как-то, да, инклюзивно, и это такая, очень такая простроенная история получается, очень продуманная, и не случайная, не хэппининговая такая, да. Нет, не случайная, и не спонтанная, нет, ну, почему, любой экспромт должен быть подготовлен, в этом смысле, хэппининг может быть построен по определенному, не сценарию, но определенным гайдам, да, и таким, в определенном фреймворке, но вот так вот, с полпинка, значит, мы сейчас взяли брёвнышко, потащили, мы решили что-то сделать, нагрянули какому-нибудь художнику, куда-то вытащили, или пришли в студию, и стали просто там над человеком, который татуирует, и, значит, заглядывая носом в чернила, за всем этим наблюдать, ну, такое не сработает, да, такое не сработает, в том числе потому, что тату-мастера очень много сил приложили к тому, чтобы их перестали рассматривать как каких-то пиратов андеграундных, которые там без всяких условий могут сделать всё, что угодно, чтобы их рассматривали как людей, которым нужны условия для того, чтобы они сделали хорошо свою работу, и поскольку это всё-таки боди-модификация очень тесно связана с медикализацией, да и медико-центрическим отношением к телу, ну, я думаю, что это будет не очень валидное сравнение, но мы же понимаем, что мы не можем нагрянуть к хирургу, потому что у нас к хэппининг. Вот здесь примерно та же история, ну, потому что, если это татуировки тяжёлые, то там и кровь, и всё, это просто, ну, нарушение, да, покрова в коже, это буквально ситуация, которая требует санитарии, если это скарификация, тем более, если это вживление плантов, тем более, но это вообще-то микрооперативные вмешательства, поэтому, да, тут нужно очень аккуратно. У нас, к сожалению, осталось меньше пяти минут, поэтому я тебе задам последний вопрос, к сожалению, из всего, что я хотела тебя спросить. Давай поговорим, пожалуйста, про самую, наверное, главную, зацепившую меня тему во всех наших диалогах, мы так или иначе к ней приходили, к теме власти, то есть, начиная там с тех же традиционных власти сообщества над телом, да, и заканчивая, вот когда мы тоже разговаривали и делились опытом, это так или иначе всё равно, ну, вначале, да, там приходит человек к тату-мастеру, обращается, ну, это условно, власть какая-то товарно-денежная, да, то есть каких-то вот этих вещей, то есть ты как заказчик обращаешься за определенной услугой, затем на какое-то время ты отдаёшь своё тело во власть художника, то есть буквально, опять же, разные уровни, на уровне доверия, да, вот как ты рассказывала, когда ты там целый час доверяешь своё тело полностью вот этому человеку, и только потом смотришь на уровень там буквального вмешательства в своё тело, да, и вот что, ну, меня лично так всегда, я прямо дико боюсь каких-то там манипуляций с телом, мой поход, скажем, к врачу, это всегда такой стресс для всех, да, для врачей, наверное, ещё больше, потому что я так и дёргаюсь от каждого там прикосновения, вот, и на уровне очень-очень-очень многих каких-то, да, на уровне авторитета, да, то есть всё равно, ну, это то же самое, что вот, да, прийти к врачу и отдать полностью там, особенно нашей системе, порой там, не получив ответа на свои вопросы, там, всё берём и делаем, то есть авторитетная составляющая здесь тоже есть, вот, и тема власти, да, она так или иначе тоже перекликается во многом с театром во всём, да, во всех взаимоотношениях каких-то, которые там выстраиваются в процессе, в процессе постановки спектакля, вот, мне тогда тоже показалось, что эта тема очень пересекающаяся, и там могли бы быть какими-то там одной из направляющих линий, вот, то есть буквально там древности, биополитики и прочих, они все там как-то присутствуют, это был не вопрос, это я вспомнила, называется, но если есть что-то, да, откликнуть, прокомментировать на это. Ну, да, наверное, первое, что имеет смысл сказать, те мастера, с которыми я работала, это вот как раз из персонального опыта, но кажется, что это можно экстраполировать в принципе на довольно широкий круг людей, работающих изнутри тату-культуры, очень не любят рассматривать коммуникацию между человеком, который на тебе рисует, и тобой, как человеком, у которого есть то самое тело, на котором рисует, как ситуацию заказчик или там клиент и исполнитель, потому что, не потому что это товарно-денежное отношение, все прекрасно понимают, что тату делается за деньги, это никого не секрет, но просто, когда ты заказчик, ты можешь заказывать любую музыку. Многие тату-мастера отказываются работать с дурными эскизами, отказываются выполнять все прихоти людей, которые к ним приходят, потому что понимают, что это нереалистично, отказываются делать татуировки на определенных местах тела, потому что просто говорят, по понятной причине татуировка, это не будет держаться, она не будет эффективной, она не будет красивой, ну то есть очень многие художники предъявляют к человеку, который к ним приходит, не меньшие требования, чем человек, который стучится у них на пороге, и это переговорный процесс, это процесс сотрудничества, это ни в коем случае не заказывание музыки и не клиент всегда прав, ни в коем случае, то есть такое, конечно же, бывает, и если мы говорим про условный масс-маркет, когда через людей проходят вереницы, значит, людей закаживающих одну и ту же бабочку на крестец, ну понятно, что там такое происходит, но в целом, если мы говорим про какие-то более или менее оригинальные работы и мастеров, которые ценят свое имя и свою репутацию, такого там не происходит, и это уникальная, на самом деле, история, она мне ужасно нравится, потому что это про горизонтализацию власти, ты приходишь с деньгами, ты можешь их забрать и не отдать этому человеку деньги, ты можешь размахивать этой условной котлетой и говорить, вот если хочешь получить эти деньги, сделай, как я хочу, с другой стороны, ты понимаешь, что когда ты эту котлету денег отдашь, ты свое тело полностью придашь этому человеку, и все, что будет происходить дальше с тобой, в том числе, то, насколько тебе будет больно, насколько это будет долго, или насколько это будет, наоборот, щадяще, и тепло, и забота о тебе, Тебе очень зависит от того, как человек будет работать, и это абсолютная власть. И если настроить эти отношения как сотрудничество, то они оказываются очень горизонтальными. О тебе заботятся, и ты заботишься в известной степени. И ровно поэтому у мастеров очень часто бывают прямо вот лояльные клиенты. На самом деле не клиенты, а приятели, которые... Ну вот это уже очень близкие отношения. Мы можем не быть приятелями в каком-то таком экстенциальном смысле слова, но понятно, что это очень близкая такая вещь. Потому что человек делал мне больно так, как не делал больше никто. Ну это специфично, надо заметить. И по поводу авторитета, здесь, конечно же, первая скрипка – это мастер. И поэтому так важно внутри дату культуры найти своего мастера. И поэтому так важно, как мне кажется, собирать какую-то генеалогию, вот этого мастера, его работ. Не только в смысле «давайте я посмотрю на портфолио», но и слушать, как человек о себе рассказывает, слушать, как человек рассказывает о своей работе. Потому что тогда ты понимаешь, на самом деле, из каких ценностей, из каких намерений человек сходит. И тогда ты можешь этому человеку доверять, потому что по факту ты не просто доверяешь себя, как кусок мяса, ты доверяешь себя, как пространство для высказывания. И ты это высказывание на себе дальше несёшь, и это ваше совместное высказывание, ваш совместный такой месседж в этот мир. Ох, ну вот, только разговорились, разогнались, но пора тебя отпускать уже в твою заснеженную мазку на очередной эфир. Очень жаль. Так, всё, я всё поняла. Меня снова эта тема прямо дико-дико захватила. Давай продолжать, давай делать. Давай делать перформанс, давай делать спектакль. Давай, пожалуйста, не будем забрасывать прямо сейчас с новой силой, как будто бы захотелось ко всему вернуться, с какими-то переосмыслениями, изменением ситуации. Я с удовольствием. У меня два или три года не было новой татуировки, так что... Отлично, отлично. Ну, я могу, конечно, найти, но здесь, в Кирове, татуировщиков тебе придётся приехать сюда. Я очень хорошего найду. А я вот, кстати говоря, абсолютно в этом смысле не москвоцентричный человек. Мне кажется, что тату-культура развивается вообще по всей стране и вне зависимости от даже ресторана регионов. И последнее, что я тебе хочу сказать, что я знаю очень много российских татуировщиков, которые до сих пор ездят по всему миру и рисуют на людях, вот и в том числе сейчас. И это означает, что на самом деле тату-культура, она, ну, конечно же, как и все культуры, имеет свою внутреннюю авторитарность и иерархичность и прочее. Но она гораздо более такая прозрачная в этом смысле, чем какие-нибудь старые культурные практики. Отлично. Ну, жизнерадостная нота. Заканчиваем очень позитивно. Спасибо тебе огромное, дорогая. Я очень, правда, жду встречи наших и продолжения разговоров. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо большое. Пока-пока. До свидания. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok